Всех приветствую! Микрофона сейлик. У меня не было особого желания делать обзор на эту DMC, но приходили многочисленные просьбы об этом. Несмотря на то, что на Boosty уже был небольшой подкаст на эту тему. Ссылка на мой Boosty в описании, там выходит эксклюзивный контент и некоторые видео пораньше. Начнем с того, что это мое личное мнение, поэтому что-то доказывать обратное бесполезно. Вы человеку, любящий зеленый цвет, не докажете, что красный лучше, но вы обязательно напишите свое видение в комментариях, и это продвинет ролик. У меня не было никаких разочарований при запуске Poco. Собственно, я об этой игре узнал, когда ее уже залили в App Store, однако это не помешало мне сильно удивиться. Начнем с банального. Формат игры. Я играл во многое, но не разбирался профессионально в жанрах и прочем. Но даже так мне было ясно, что все части DMC это слэшеры. За этой серией игр закреплен данный жанр. Задержав пику в Combat, мне стали ясны жалобы игроков. Поскольку фандом DMC не такой большой, будет проще привести пример из чуть более обширного сообщества. Представьте, что на телефон выпустили Dark Souls Mobile. Вы скачиваете, а там гачи. Здесь то же самое. Разработчики арендовали или что-то сделали, я не знаю. Но результат один. Они выпускают игру под брендом DMC, который уже много лет выпускался только как слэшер. И люди, фанатеющие по этой серии много лет, да даже я, который начал играть в DMC с ноября 2022 года, был не в восторге, увидев совсем другое. DMC это уже синоним слэшеру. Не было Джой. Компания забила на эту часть и выпустила совсем другой проект, которого никто не ожидал. Причем, я узнал, что игра-то начала разрабатываться с 2018 года и существовала бета-версия, где как раз в пику в Combat выглядел именно как слэшер DMC с правильной оценкой стилей и с правильным набиванием комбо, которое достигается разнообразными приемами и последовательностями атак персонажа, а не сменой триады. Могу это только скинуть на то, что за эти пять лет, насколько я сам слышал, менялись разрабы и были проблемы в разработке. Но я в эту кашу не лез и мне глубоко равнодушно, зачем они переделали слэшер в гачу. Мне лишь грустно, что Капком это одобрил и позволил так обойтись брендом DMC. Ну да ладно, теперь к самой игре. Начнем с простого. Сюжет. Он здесь подается отвратительно, и большинство игроков просто его скипают. Персонажи. Здесь я вообще ставлю 0 из 10. Разбить скины одного персонажа на несколько, поделив последовательности атаки и спецприемы, это ужасно для фаната DMC. Конечно, если зайдет человек, незнакомый с этой вселенной и фанатеющий погачи, или едва знакомый с DMC и не знающий механик боя, то ему это не покажется странным. Очень неприятно. Условно после пятой части, когда ты на том же Вергилии набил в тренировочной комнате SSS ранг разными комбинациями атак, далее зашел в мобильную версию, где есть на момент съемки три Вергилия по одной способности имеющих, ну и разделенных по атакам, которые они имеют всего одну. Так еще эти скины имеют свои скины. Помимо этого персонажа прокачивать тяжело, по крайней мере мне, как игроку без доната, ведь у Аватара есть оружие, которое нужно по двум показателям качать пограниченным ресурсом. Свой уровень, уровень пробуждения, который тоже свои условия имеет, уровень звездной силы. Кстати, ничего не напоминает уровень вставляемых артефактов, то есть карт, книги демонов с их рунами, которые также тяжело получить без доната. И это еще упускаются нюансы прокачки. Это здесь делается очень тяжело и геморно. Только в начале игры это кажется легким, но вот улучшать тройку персов 20 ранга не очень приятно. Ну, не будем о грустном, поговорим об ужасном. Режимы, в которые мы можем сыграть. Они отличаются только тем, что накладывают особенные условия на битву. Причем некоторые из них на высоких сложностях, к примеру, открывающимися на 60 уровне профиля, довольно геморны и похожи на издевательства. По типу, ты должен бить по кровавому дереву, пока в тебя отстреляют 10 врагов. Причем атаковать врагов ты не можешь. Поэтому должен просто продолжать бить несчастное дерево, беря за вторую щеку. Ладно бы еще выстрелы обрезанные комбы не прерывали. Так они тебя морозят. Или электрический стан дают. Гемор еще тот. Вынуждает тебя этот ад проходить тот факт, что эти уровни дают как раз те ресурсы для прокачки персонажа. Но, к сожалению, в маленьком объеме и раз в день. Кровавый дворец это просто спидран шести этажей на соревнования с другими игроками. Кто больше наберет очков. И то соревновательные такие режимы на очки дисбалансные, так как в них решает донат. Единственный режим, где донат не влияет ни на что, это игра против игрока. ПВП. Но и здесь есть ложка дегтя. Донат не влияет? Тогда разрабы сделают отстойный баланс. Помимо того, что навыки персонажа обрезали. Допустим, стингер Данте в сюжетке. Вы можете ее взять каждую секунду. Только заряженный раз в секунд пять. А в ПВП обычную версию можно использовать раз в шесть-семь секунд. Комбо прерывается шансом пятьдесят на пятьдесят. И работает эта система криво. Не говоря о том, что здесь лидируют леди. То есть, стоит дебаф на ближников. А дальники кайфуют. Учитывайте, что эту леди в некоторых моментах вы вообще достать не можете. А единственная кнопка, которая может в любой момент прервать атаку противника и сделать оборот, имеет перезарядку чуть ли не в двадцать секунд. ПВП это чистого рода перестрелка. Мне он не понравился. Забыл еще упомянуть, что сюжет и режим на получение ресурсов в прокачке карт проходятся за еще одну валюту. Пицца. При этом на один сюжетный бой тратится тридцать штук. А на карты двадцать. При прохождении сюжета за одну только минуту, может быть три боя. Внимание. Отдается на день минимально сто пятьдесят пицц. Веселая донатная картина. Очень сожалею людям со слабым терпением. Я высказался довольно лаконично. И можно еще подметить другие детали. По типу рейда боссов. И так далее. Но уже вышла куча обзоров. И я думаю вам и так все понятно. Здесь лишь мое мнение. И его итогом будет то, что игра крайне проходная. Мне здесь мало чего понравилось. И даже если рассмотреть игру, как поиграть во время очереди условно в больнице. То с одной стороны, на час можно пофармить ресы в боях. Но с другой, в этих же больницах интернет не ловят. А он нужен даже для того, чтобы играть в одиночные режимы. Мое заключение. Три из десяти. Игра могла бы быть лучше, если бы лицом не тыкали в донат. И сохранили старую механику из прошлых игр.